добрый день в этом видео я хочу рассказать про 5 помех медитации 5 препятствий в медитации дело в том то что когда мы медитируем наш ум не скучает он нам постоянно что-то подкидывает чувства мысли эмоции желания и есть так называемые 5 помех медитации но которые вот я сейчас буду рассказывать и наша задача с этими помехами не бороться потому что бороться с ними то же самое как бороться с витринными мельницами ничего хорошего из этого не выйдет и победы не будет в конце концов наша задача наблюдать эти помехи отслеживать эти помехи помехи я говорю в кавычках это то же самое что и препятствие это то что нам мешает медитировать когда мы медитируем тут неважно какой способ медитации майнфонс но в большинстве случаев медитации у нас возникают различные как я уже говорю чувства мысли сопротивления эмоции желание нежелание наш мозг не скучает наше сознание не скучает во время медитации и когда мы думаем то что все сели расслабимся сейчас там 20 минут 30 минут будем спокойно медитировать ну не всегда получается так работа нашего мозга работа нашего сознания не останавливается ни на секунду и постоянно происходит какой-то анализ информации обсуждение аналитика наш мозг работает там на грубо говоря на все сто процентов во всех случаях и наша задача как я уже говорю отслеживать эти помехи эти препятствия теперь давайте кратко пробегусь по названиям какие помехи какие-то препятствия медитации первое это наше желание наше вожделение наше то чего мы хотим второе это наше нежелание это недоброжелательность это сопротивление третья помеха либо препятствия называйте как хотите принципе игра слов это лень и сонливость четвертое это беспокойство и неугомонность нашего ума нашего сознания и пятая помеха сам последняя это сомнения и неуверенность теперь давайте наверное более подробно расскажу про каждую помеху еще раз повторю сейчас такая важная важная мысль наша задача не бороться с этими помехами с этими препятствиями наша задача наблюдать и отслеживать их потому что бороться с ними смысла нет они были будут и есть и тут ничего в этом такого нет наша задача концентрировать наше внимание на нашем дыхании вся фокусировка которую нас идет в медитации с внешнего вот когда мы сели медитировать то что есть во внешнем мире нужно все наше внимание на различные предметы события действия направить на внутренний мир сфокусироваться на дыхание и дыхание становится своего рода как якорь оно нам помогает оставаться в состоянии здесь и сейчас оставаться в настоящем состоянии в настоящем времени тем самым повышая уровень осознанности тем самым чтобы медитация проходила более качественно потому что можно просто 20 минут или 30 минут закрыть глаза сидеть и думать то что ты медитируешь но в этот момент у тебя анализ информации ты о чем-то думаешь переживаешь у тебя куча планов голове ты строишь это не медитация но хотя некоторые называют медитация наша задача в медитации оставаться в состоянии здесь сейчас в настоящем для этого нам помогает дыхание как якорение когда мы про себя повторяем вдох выдох вдох выдох когда мы все наше внимание всю нашу концентрацию с внешних каких-то объектов с внешнего мира переводим на внутренний мир потому что наш внутренний мир гораздо интереснее чем внешний мир ну ладно давайте уже тут без философии давайте про сами помехи первая помеха это при устал наши желания то чего мы хотим часто так бывает то что наше именно вожделение ну все мои люди на земле и многие хотят да и наверное даже не знаю тут сейчас я не буду ставить критерии какие-то оценки машина квартира путешествие миллион долларов выглядеть лучше выглядеть красивее быть здоровей хочу iphone хочу то-то 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 я постоянно чего-то хочу меня есть какие-то постоянные желания но тут такая вот небольшая игра получается дело в том то что наши желания они безграничны если мы там не знаем захотели купить дом мы копим на этот дом мы все силы и средства прикладываем чтобы купить то дом через год через пять через десять лет мы покупаем этот дом и как только мы купили проходит какое-то время и этот дом нас уже не радует и мы уже хотим другой дом побольше получше то же самое как с автомобилем вы покупаете первый автомобиль вы так мечтали об этом автомобиле потом вы на нем поездили какое-либо время вы уже хотите другой автомобиль более мощнее более новее, более лучше, чтобы он был. То есть наше желание, они бесконечны. И гнаться за нашими желаниями это опять как борьба с ветжинными мельницами. Есть такая хорошая метафора, и она мне нравится, что человек бежит по полю, и у него задача добежать до конца поля, до линии горизонта. И вот он бежит, 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 а линия горизонта все ближе не становится, не становится, и он падает, спотыкается, он ускоряется, хорош такой спортсмен попался, и он все бежит, это как наша жизнь. Он все пытается достичь линии горизонта но земля у нас круглая мы прекрасно это понимаем знаем и он уже в старости бежит он уже у него уже нет сил а линия горизонта как было так и есть она даже может даже становится дальше то есть это наш путь наших желаний на всем протяжении нашей жизни мы постоянно чего-то хотим и это опять же нормально тут ничего такого в этом нету достигнут когда мы чего-либо достигаем нас это какое-то определенное количество времени нас это радует но потом нас это перестает радовать и мы хотим уже чего-то другого в общем это все бесконечно тут нет такого чтобы полностью сесть удовлетвориться купить все что ты хочешь желать все что ты хочешь и пройдет какое-то время минуты часы дни месяцы и тебе захочется все что-то нового что-то другого что-то большего то что ты имел до этого в общем это бесконечный путь и тут главная такая штука как отслеживать наши желания еще кстати хотел сказать такую даже историю либо метафору провести про депрессию у олимпийских чемпионов которые завоевывают там олимпийское золото либо чемпионат мира европы какие-то большие такие соревнования то есть как только они получают эту медаль вешают ее к себе на полку и у них наступает состояние депрессии апатии потому что они всю жизнь вкладывали силы энергию он там не знаю допустим возьмем спортсмену там всю жизнь бегал и 25 лет тренировок питания себя во всем ущемлял как ему казалось он к этому стремился и вот он на пьедестале вот у него медаль на груди висит вот он молодец а дальше что все он завоевал самую крутую там олимпийскую медаль золото а дальше у него начинается депрессия то есть это говорю потому то что это разговор такое про желание то что они на бесконечные как только мы получаем то что мы хотим у нас дальше тоже происходят интересные этапы ладно давайте дальше про вторую помеху вторая помеха это недоброжелательность сопротивление это то что человек не хочет это если первое желание было с приставкой даже не с приставкой а слова что я хочу что я желаю то вторая помеха это что я не хочу что я не желаю я не хочу быть таким то таким я не хочу быть злым я не хочу быть агрессивным я не хочу быть опять же мы сейчас говорим и про чувства и про состояние и про какие-то вещи я не хочу быть живым я не хочу быть еще каким-либо то есть это я про то что первое у нас было желание А второе это противовесное нежелание. Каким мы не хотим быть для себя, как сказать, каким мы не хотим быть сами и каким мы не хотим, чтобы был, допустим, опять же, там ради метафоры, ради примера, там окружающий мир. Мы не хотим, чтобы этот человек делал то-то, то-то, мы не хотим, чтобы происходило это, это, это. Я не хочу, чтобы у меня мои чувства и эмоции были такие, такие, такие-то. Ну, то есть, это именно недоброжелательность. И тут очень часто всплывает чувство вины, тревога, различные страхи, честность, доброжелательность. Ну, то есть, все это замешано в такой большой-большой комок. И важно это, опять же, отслеживать. Третья причина, третья помеха, третье сопротивление, которое есть в медитации, это лень и сонливость. Что такое лень? Лень, это недостаточно, когда у нас энергии. Мы хотим что-то сделать, мы, наверное, все прекрасно, опять же, понимаем, то, что, там, нужно делать зарядку по утрам, заниматься спортом, учить английский, развивать мозг, там, правильно питаться. Мы все это знаем, мы прекрасно все это понимаем, но, к сожалению, мы не всегда все это делаем. И наша лень этому причина. То, что мы хотим чего-то достигнуть, но у нас на это просто нет силы, энергии. Это, опять же, это обширная тема, это большой такой вопрос. И вот лень мы разобрали, ну, вы знаете, что такое лень, и я вам не буду рассказывать. А про сонливость, то, что в процессе медитации иногда бывает такое, то, что человек начинает засыпать, у него начинается такое полутрансовое состояние. И тут, опять же, эту ситуацию можно рассмотреть под разными углами. Либо у вас хронический недосып, либо ваш мозг, ваше сознание играет с тем, то, что, а что ты тут сидишь? А может, ты ляжешь, поспишь? Зачем ты стоишь в 5 утра, либо в 6 утра? Ты же можешь выспаться, ты же можешь сделать какие-то дела. Ну, то есть, наша лень, наша сонливость, это восприятие, это лишь мысль в нашем сознании, от которой можно, которую нужно наблюдать и, как сказать, растождествляться. Это уже потом я буду дальше говорить про эти, опять же, помехи. Опять же, фишка в этих помехах их замечать, наблюдать и растождествляться с ними, от них отходить. Потому что, если в какой-либо мысли мы, допустим, о чем-либо думаем, там, не знаем, купить квартиру в Москве, трешку, там, в пределах Садового Кольца, если мы думаем об этой мысли, мы в эту мысль вкладываем энергию, и эта мысль с нами. Когда мы начинаем с ней растождествляться, мы ее ставим дальше от нас и между нами, нашим сознанием, и этой мыслью есть уже расстояние. Мы не питаем, мы не заряжаем эту мысль нашей энергией, и мы нашу энергию, которая есть у каждого из нас, мы ее не расфокусируем на различные мысли, чувства и так далее, а мы ее в себе держим. Это, опять же, это растождествление. Ладно, про лень и сонливость, я думаю, вам понятно, это помеха в медитации. Кстати, все эти пять помех, у меня, опять же, они есть, да, мне кажется, они у всех есть. Я еще не встречал такого человека, у которого нет этих пяти помех. Но тут же профессионализм заключается, там, новички, профессионалы, заключается вся фишка в том, то, что как быстро мы отслеживаем и наблюдаем, что с нами происходит, когда мы медитируем. Если новичок, начиная медитировать, постоянно крутит различные мысли, что-то он хочет, желание, вожделение, либо наоборот не хочет, либо сон, либо лень, либо дальнейшие помехи, которые я расскажу. И он их начинает анализировать, мыслить о них, как-то вовлекаться вот в это. Ну, то есть, и всю медитацию новичок может провести просто в анализе этих мыслей, в анализе этих суждений. Профессионал отслеживает, растождествляется и наблюдает за этим. Это вот просто отличие. Ладно, дальше. Ну, я к себе профессионалам не отношу, у меня большой путь, и я уже там два года медитирую. И все эти помехи как были, так и есть. Я просто пытаюсь ускорить это время распознавания какой-либо мысли, какого-либо препятствия, растождествления и наблюдения этого. Ладно, про меня тут не надо, давайте дальше. Следующее беспокойство, следующая помеха, это беспокойство и неугомонность. То есть, беспокойство, что я имею в виду, это когда вы сидите, медитируете, и к вам приходят различные мысли. А выключил ли я чайник? А что я сегодня буду делать? А что было вчера? Какая сейчас на улице погода? А что обо мне думает сосед, которого я встретил вчера вечером на лестничной площадке? То есть, наш ум, опять наш мозг, он не скучает. Он нам постоянно подкидывает различные беспокойства. И в этом мы живем. И тут то же самое про неугомонность. То, что нам постоянно чего-то мало, мы постоянно чего-то хотим, мы постоянно чего-либо возживаем. Вожделение к чему-либо идет. Я думаю, опять же, это понятно, что это такое. И пятая, последняя причина помеха медитации, это наши сомнения. Это наша неуверенность в собственных силах. Когда мы сидим, медитируем, и иногда задаемся вопросом, а зачем я медитирую? А поможет мне медитация? А от чего она мне поможет? А вообще, медитация работает или не работает? Или я уже там, не знаю, два года сижу медитирую, а вроде бы ничего не произошло. У меня нету квартиры там, не знаю, в Малибу, у меня нету Ауди, Ку-6, либо Ку-8. Опять же, у каждого там свои желания. Это сейчас я примеры говорю. И вот начинаются эти сомнения. А может я лучше по-другому как-то время с пользой проведу? Может я лучше сделаю то-то, 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 не знаю, может я уже схожу в магазин? Какой вообще смысл от этой медитации? И мы начинаем копаться внутри себя, начинаем искать подвохи, начинаем искать какие-то острые углы, начинаем сомневаться, начинаем сомневаться в наших ценностях, в наших идеях, в наших целях, в наших желаниях. Опять же, вот сомнения, которые происходят и неуверенность в себе, в собственных силах, в том, кто я есть, чего я хочу, чего я хочу там достичь и так далее. Это является одной из помех. И теперь давайте подытожусь. Я перечислил пять помех, пять препятствий, которые есть в различных медитациях. Первое, это наше желание, наше вожделение. Второе, это недоброжелательность и то, что мы не хотим сопротивления. Третье, это лень и сонливость. Четвертое, это беспокойство и неугомонность. И пятое, это сомнение и неуверенность. И в третий раз, в самом конце, скажу эту важную мысль. То, что главное, с этими пяти препятствиями, пяти помехами не бороться. Бороться не получится. Хотя, можете попробовать, но это пустая трата времени, это бессмысленно. То же самое, что и борьба, как я уже сказал, с весельными медицами. Нам нужно отслеживать, наблюдать за этими пяти помехами и растождествляться с ними. Наверное, у меня все. Если я что-то пропустил, то напишите в комментариях. Либо у вас остались какие-либо вопросы, также пишите в комментариях, я буду на них отвечать. У меня все. Вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. С вами был Сергей Ветищенко. Всего доброго. До свидания.